Комментарий, но важнейшая победа для команды, учитывая турнирную таблицу. Сейчас мы с этой победой вышли из зоны даже стыков, если не ошибаюсь. Выдохнули, на самом деле, перед перерывом. И первая игра нашей вместе работы с командой, и перед перерывом это было очень важно. Ну и еще хотелось бы поздравить Рамзана Амхматовича, главу республики. Сегодня у него день рождения, сегодня день города, сегодня большой праздник в Чечне. И вдвойне эта победа была важна. То есть мы ее добились, посвящаем, в общем-то, и так же болельщикам, которые сегодня очень много смотрела, переживала. Все надеялись, мы добились этой тяжелейшей победы. И помимо турнирной таблицы, еще вот такой двойной у нас успех сегодня и удовлетворение. А перетям, пожалуйста. Пожалуйста. Иван Уренский, в Бурасе, что может сказать о первом мяче Саши, что помешало первому? Ну, ветер помешал, я, честно говоря, не знаю, бил ли Анхель или подавал, но будем считать, что он бил, что он молодец, мяч залетел, но только из-за ветки. Потому что сильный ветер был, а на самом деле он на игру влиялся. Еще вопрос? Это был ваш первый матч, планируется ли много, и в каком футбол будете стремиться? Ну, посмотрим. Будем стремиться, мы будем улучшать контроль мяча. Чтобы мы во время игры владели мячом больше и более уверенно, потому что это очень важный компонент в игре. Будем над ним работать, а так я не скажу, что все было совсем плохо. И по ребятам, по настроению, я не увидел, что какая-то катастрофа будет, ну, в плане коллектива. Так что будем работать над этим, надо всем будем работать по чуть-чуть, но в особенности над этим. Какая-то конкретная цель перед вами стоит? Передо мной конкретная цель не стоит, но цель у каждой команды. Но если посмотреть на таблицу, то сегодня у нас пятерка есть, и остальные примерно, там разница в 3-4 очка. Примерно, на мой взгляд, по составу все одинаковые, поэтому мы, не надо перед нами ставить задачи, наверное, никакие. Мы сами их ставим, потому что мы все спортсмены и хотим побеждать. Ну, сейчас смысл об этом говорить, но не проиграть в Уфе перед началом, наверное, был бы неплохой результат. Потому что здесь было всем тяжело, Уфа пропускает очень мало, и на мой взгляд, как мы с вами отыграли, мы для выезда в Уфу, мы отыграли, на мой взгляд, очень прилично. Мы создали достаточно много моментов для именно против такой команды, как Уфа, на выезде. Потому что это был ваш первый матч в руководстве. Ну, важно было не проиграть, на самом деле. Вот, сегодня важно было не проиграть. Хорошо. Знание спорта заворова в жизни. Игорь Михайлович, всем известно, что вы очень талантливый, атакующий игрок в сборной из Патака. Будете ли вы стиль вашей игры, атакующей, где вы демонстрируете, и в чиганах в Италии, тоже приучать? Ну, будем. Это, скажем так, современный футбол, современные команды. Вообще, футбол это игра, и когда ты играешь в футбол, надо получать удовольствие. Получать удовольствие без мяча, когда 80% играешь, наверное, не нравится никому. Хотя многие с этим мирятся и говорят, что мы не можем играть по-другому. Мы будем идти к тому, чтобы команда уверенно контролировала мяч. Насколько это получится, ну, соответственно, контролируем мяч, я создавал момент. Мы будем над этим работать, будем к этому идти. Опять же, как получится, не знаю, но ребята должны получать удовольствие от игры. Здравствуйте, Алексей. Хотим объяснить, что у нас сегодня какой-то клуб «Уфа». И начнём сразу с вопросами, пожалуйста. «Уфа в этом году ещё один раз не отыгрывался, чтобы не странил счёт. У нас взяты, чем причина?» «Ну, причина, наверное, в первую очередь, то, что мы пропустили, вернее, дали фору сопернику. Нам пришлось сложно в первом тайме и с погодными условиями, ветер, да, но это не столь принципиально. Просто мы играли неправильно, наши защитники пытались мяч разыгрывать, а соперник как раз этим пользовался и шёл в прессинг. Мы не могли выйти из обороны или мяч ваут, или же соперник перехватом. Мало было передать за спину, то есть оказывать агрессию, всю огнедодачу. И из этого исходило то, что мы не смогли отыграться, хотя в втором тайме мы перестроились и стали более агрессивно играть. Ну, а так мы сегодня не были похожи в плане того, что каждый игрок сыграл не свою лучшую игру». «Ксанра». «Вадим Валентинович, какой был план в втором тайме, когда на поле было три, ну, может сказать, стратегии, в оборудовании, визит и козлов?» «Ну, это уже было где-то за 20 минут. Постарались показать давление, то есть три нападающих, створе ворота и подача свалбы. Но этого нам соперник не позволил сделать, ни линейным игрокам, ни крайним сутранным игрокам, доставлять эту передачу. Вот с этим было связано то, то, что мы хотели использовать этих трех нападающих». «Дайте, Антон, в бедности для кубов попустил, вы считаете, что это ошибка его?» «Ну, с каждым может все случиться. Если предыдущие игры он нас поручал, вы все были им довольны, поэтому, ну, да, совершил ошибку, но схем не бывает. У нас еще было 80 минут игрового времени, где мы могли переломить ход игры». «А как оцените этот пизод в концовке, когда было поддельно, что это было?» «Ну, мне, я не видел этот пизод, потому что далеко был, это раз, я повтор еще не смотрел. Ну, а что тут оценивать? Тут есть судья, которые, вернее, группа, да, то есть вкупе работают, то есть они оценивают, видят, не видят. Вот, я не молода по этому поводу, считаю. «Спасибо. Нам бы скучали вопрос. Пара обыгрывает спорта, так, где это ростов, но проигрывают, осматривают вузы. Есть вопрос на строя или чего?» «Ну, на строй, наверное, да, отгаяет, наверное, может быть, в какой-то степени, но тут другие игры совершили. Если эти команды, да, играют сами, то мы, как бы, стараемся вторым номером играть. А тут получается, что мы, что с Оренбургом, что сегодня пытались играть сами, играть больше, владеть мячом, больше оказывать давление. Нам это пока что не удается. Но, опять же, я говорю, это не главное. Главное, это как ты ведешь единоборство, как ты пытаешься оказать давление на соперника, как ты страхуешь своего партнера. То есть, это факты такие, то, что мы не играем, каждая из себя играет команда, и тут должно быть единое целое. Спасибо. Оренбургаром очень доволен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова